Наталья Владимировна Хотела бы с вами сегодня поговорить о том, как начинается прекрасный, но в то же время нелёгкий путь ученичества. С процесса, когда человек на определённом этапе своей жизни готов к развитию себя или с процесса, когда Высшие Силы показывают Духовного Учителя, который и есть Божественным Проводником в этом развитии? Я думаю, что и то, и другое связывает себя для того, чтобы показать человеку, насколько он готов к этому процессу. И я, наблюдая за развитием своих учеников, я вижу, насколько разные дороги, абсолютно у каждого, наверное, своя дорога, и каждый идёт своим путём, и каждый старается действительно понять и осознать в процессе своего ученичества, «Зачем?». И абсолютно разные причины. Многих людей приводят ко мне высшие силы, их помощники уже в состоянии, когда человеку остаются годы, дни, может быть, жизни. И они понимают, что нужно, что они чего-то не сделали, что нужно развить своё внутреннее духовное, душевное состояние, свою энергию, они хотят познать жизнь после этой жизни. И они, конечно же, очень интересуются и учатся, и очень становятся хорошими учениками. Другие варианты, где человек прожил определённый отрезок жизни и пришёл в тупик в своей жизни, он приходит и начинает работать, развиваться, он начинает понимать, а почему в его жизни случилось то, что случилось, и как то, что случилось, можно исправить. Вот многие ученики именно приходят с такими вопросами. И я вижу, что очень быстро эти вопросы решают. Есть также ученики, которые ищут меня, ну, наверное, многие жизни. Они давно находятся в поисках, они много всего и всех слушали, они очень много читали, они так много уже знают, но не знают главного. И их познания, они находятся в определённом также тупике. Многие не могут разобраться в том, что они знают, что это значит. То, что они знают. И вот придя к нам, они начинаются сначала. Да, та подготовка, которая у них есть, она даёт определённую результативность, но это не столь важно. Начиная всё сначала, мы разбираемся по полочкам. И вот это люди, которые действительно устремлены к высшим этапам и высшим высотам. Ученики, которые приходят уже с определённой подготовкой, это люди, которые, знакомясь с вами как с духовным учителем, получая сонастройку, ту энергию, которой вы наполняете каждого ученика, начинают новый путь к себе. И очень часто много таких случаев, Наталья Владимировна, когда ученик достигает своих высот, и вот на этих высотах вместе с ним растёт его эго. И происходит то, что происходит. Давайте поговорим об этом. Это моя боль. Мы сейчас говорим о моей боли. Это боль моей души. Почему боль? Когда приходят с высоким потенциалом ученики, всегда же веришь в лучшее, всегда видишь и вдыхаешь в этого ученика самое высшее, самое лучшее, самое великое, самое значимое, самое серьёзное, самое серьёзное знание. То есть открываешься перед этим учеником и раскрываешь весь кладезь знаний, величайших знаний. И человек растёт, растёт, и в его жизни происходят очень серьёзные изменения. Ну вот, скажем, тот социум, которым он жил, который был ранее очень сложным, он очень быстро решается. То есть все задачи жизненные очень быстро решаются. Такие мои ученики открывают экстрасенсорные способности, становятся очень хорошими экстрасенсами. Они видят мысли, они предчувствуют ситуацию, они могут предвидеть ситуацию в своей жизни, в жизни других людей. Они могут лечить друг друга, они восстанавливают и себя, и на расстоянии дистанционно также восстанавливают других людей. Ну, в общем, вы знаете, это мастера жизни. Это люди, которые, ну, они такими не были раньше. И для них это очень высокая вершина. То есть они за очень короткий промежуток времени прыгают очень высоко в процессе эволюционного развития. И потом происходит крах. И я очень много думаю над этим. Почему с ними происходит крах? В чем происходит крах? Эго. Эго таких моих учеников, оно рассказывает им, ты молодец, ты уже достигла многого, ты так многое можешь, ты так многое умеешь. Да что ты теперь? Теперь ты и то, и это, и для тебя теперь все. Но это эго. И вот, скажем так, растет корона. Та корона, которая не должна присутствовать у духовного человека. Он должен быть смиренным, он должен быть скромным, он должен быть чистым, открытым, прозрачным. Он должен уже думать не о себе, потому что о нем думают свыше. Ему помогают свыше. Он должен думать о мире. И здесь происходит вот такой перелом. И я вижу, что многие не могут прыгнуть выше в духовном развитии. Они не могут достичь того, той цели, которая была изначально. Достичь внутреннего совершенства. Достичь состояния Бога-человека. Достичь состояния личности, совершенной, свободной личности. Им не хватает вот это мирское. Потому что они, с одной стороны, очень умело управляют всеми мирскими задачами. Всем тем процессам социальной своей среды, который тоже был очень важным. И этот процесс утягивает их. То есть они понимают, что они могут. Они многое могут. И вот это понимание того, что они могут, уводит их, уводит эго, уводит матрица. Она перенаправляет потоки энергетические такого человека на саморазрушение, на разрушение себя, на гордыню, эгоизм, высокомерие, тщеславие. Вместо того, чтобы стать смиренным и помогать человечеству, тихо никому не рассказывая, наоборот, происходит то, что не должно происходить. Тут нужно так вот умело, очень мастерски, наверное, да не наверное, так и есть, уметь держать руку на пульсе, поскольку эго, оно же действительно не дремлет. И чем выше ты в своих божественных знаниях, тем скромнее должна быть твоя Личность на земном плане. Верно, Наталья Владимировна? Да, Елена Леонидовна. Я думаю, знаете, в чём проблема? У людей нет духовной культуры. Вот они не знают, как должен себя вести духовный человек. А даже когда ты им рассказываешь и на собственном примере показываешь, для них это чуждо. Они думают, ну вот да, Наталья Владимировна, это понятно. Ну это же Наталья Владимировна, а я что? Да, могут люди, да, я могу, да, я умею, но я же совсем другое. Вот эта, наверное, разделённость такая не даёт возможности человеку взлететь выше. Нет духовной культуры, я бы так сказала. Вот это мировая проблема, которую мы сейчас наблюдаем в социуме. Люди соскальзывают, достигая определённого уровня успеха, ну, наверное, серьёзного процесса в жизни. Ведь многие люди сейчас страдают от того, что они не могут управлять процессами своей жизни, своего внутреннего состояния, социальной средой, финансовыми вопросами. Не могут многие управлять. И когда для них это открываются, эти возможности, ну, человек, он совершенно по-другому к себе относится. И потом на каком-то определённом этапе, моменте он забывается, он думает, что теперь так будет всегда. Теперь всегда всё будет вот так хорошо, всё благостно. Теперь что хочу, то ворочу. И здесь, вот знаете, происходит такое, ну, скажем, перекрываются энергетические резервуары энергии, и человек опустошается, и он падает вниз, его, как многие ученики говорят, заносит. Что это значит? Человек потерял бдительность, он заигрался в этих возможностях, он забылся, он начал забываться о том, что возможности даются свыше, а чтобы тебе давали свыше, ты должен соответствовать, ты должен заслуживать это, это милосердие, эту помощь свыше, эти возможности, которыми ты уже овладел. И вот здесь происходит такой переломный этап, и человек теряет бдительность, он теряет свою концентрацию, и он падает. И потом, когда ты говоришь с ним, происходит прозрение. И многие мои ученики говорят, «Боже мой, ну как я потеряла бдительность? Как я этого не увидела? Как со мной это произошло вообще? Как?» Многие люди даже не понимают, как с ним это происходит. И вы знаете, это действительно очень серьезная проблема в обществе. Все, кто у нас учатся, все достигают определенных результатов. Кто-то больше, кто-то меньше. У всех есть результаты, без исключений у всех. Но вот потом, насколько человек сохраняет бдительность, насколько он правильно себя проявляет в жизни, является примером, духовным примером для других людей, настолько, ну скажем, жизнь его и краше, если он этого не делает, падает, потерялся и погружается опять в свои собственные, созданные собственными руками, собственной головой проблемы. Миллионы людей вы выучили, миллионы людей со всего мира, ваши ученики. Сегодня пришло уже новое время. Время, которое есть тем показателем, на каком этапе ученичества ты находишься. Ведь время, где надо быть со своим учителем. Там, где твой учитель, в той части планеты, где твой учитель. Давайте поговорим об этом, Наталья Владимировна. Эта тема сейчас очень актуальна для всех тех учеников, которые привыкли и живут по старой привычке того времени, когда Наталья Владимировна приезжала в определенные городки и проводила там работу. Сейчас все изменилось. Да, друзья, это наш опыт, это ваш опыт. И действительно, начинали мы свой процесс, катаясь по всей стране, по разным городам. Во многих городах у нас были центры по развитию людей. И, конечно, это было такое прекрасное время. И у нас осталась прекрасная память. Мы очень часто вспоминаем об этом опыте с Сергеем Аркадьевичем. Шутим, конечно, потому что пришлось познать очень многое. И мы благодарны этому времени. Сейчас, конечно, все изменилось. И наш центр – это уже международный мировой центр. И мы уже, если и работаем, уже не в городах, а в странах. И действительно, сейчас уже где учитель, там и мои ученики. И пришло то время, когда уже наши ученики приезжают туда, где мы проводим, ну скажем, очную работу, открытую работу среди наших учеников. И вот совсем недавно мы провели такую конференцию и обучающие курсы провели в Италии. И сейчас планируем дальше трудиться. И уже будем трудиться в Бельгии. Готовим новую работу. Это прекрасно, друзья мои. Все имеет этапы роста. И сейчас мы пришли к такому этапу, где уже весь мир принадлежит, нам принадлежит в внутреннем состоянии себя. И люди со всего мира приезжают к нам учиться. И вот группа, которая была и закончила свое обучение, они смогли по достоинству понять, оценить, осознать, насколько важна очная работа, насколько важно видеть учителя, слышать, задать вопросы в зале. Действительно, все было настолько прекрасно. И осталась такая хорошая память, хороший опыт и у меня, и у моих учеников. Мы начали наш разговор с того, Наталья Владимировна, что приходят к вам ученики с разным своим эволюционным процессом жизни, становятся, рождаются другими, новыми людьми. Это действительно новое духовное сообщество планеты, которое вы ведете тем процессом служения, который и проходите на этой планете. Хочу поговорить о процессе, как важно уметь ценить знания, дарованные свыше, и понять каждому ученику, что уходя от этих знаний, уходя в свой мир, в котором ты жил, и отдаляясь от учителя, ты становишься предателем, предателем Бога. Вот давайте поговорим об этом, Наталья Владимировна. Я тоже об этом очень много думаю. Мне очень жаль, что на этой планете все именно так происходит. Мне очень жаль, что люди не понимают значение этим знаниям, недооценивают эти знания. И кое-раз убеждаюсь в том, что люди недостойны, многие люди недостойны этих знаний. Знания, которые мы даем людям, они еще не написаны в книгах, их еще нет в литературе. Это будущие открытия учеными этой планеты, будущие открытия, научные открытия. И первыми эти открытия слышат мои ученики. И я понимаю, насколько это ответственно. С одной стороны, моя душа радуется тем, что я могу людям открыть то, к чему ученые еще будут идти десятилетия. С одной стороны. А с другой стороны, я понимаю, что не все готовы слышать эти знания. А даже те, которые слышат, не всегда понимают уровень, скажем, информации, которую они слышат. Не все понимают. И многие действительно обесценивают эти знания. Что мешает людям? Социальная жизнь. Социальная жизнь, их узкое сознание и невозможность расширить сознание. Вот эгоистический социум ловит человека в ловушку. Он создает закрытые такие сети, которыми полностью заплетает разум человека. И человек не может познать то Высшее. Хотя, когда они слышат эти знания, они понимают, как это велико. И многие даже задавали себе вопросы, где их интересовали ответы о квантовых частицах, о космосе, о процессах, которые происходят, о том, как формируется реальность, что такое химия, физика, как физические, химические процессы, как параллельные измерения взаимодействуют друг с другом, как состояние человека, которым он живёт здесь, в этом пространстве, и одновременно во всех пространствах, как квантовая частица, как это воздействует, влияет и соприкасается с той жизнью, которая и сейчас. В общем, очень много того, что человеку очень непросто познать и постичь. А даже постигая это, социум человека утягивает. Он ловит его в эту, скажем, такую материальную ловушку. И человек забывает эти знания. Он забывает, как эти знания можно направлять на свою социальную жизнь, в свою социальную среду. Он забывается. И потом, когда вспоминает, а вспоминает тогда, когда уже упал, когда уже не понял, недопонял всего величайшего этого замысла. Ведь когда человек приходит к нам, это замысел свыше. Ни один ученик у нас не бывает случайным. Каждому человеку дают шанс, возможность стать выше, стать личностью, стать совершенным, стать значимым в этом мире, стать великим в этом мире. Каждому дают такую возможность. И каждому помогают. Но не все мои ученики, к сожалению, это понимают, осознают. Но есть и многие те, которые действительно воистину верны и преданы учителю знаниям. Знаниям, друзья мои. Потому что учитель — это тот, кто даёт знания, кто обучает, развивает, расширяет возможности. И если мои ученики по достоинству внимают и направляют на социальный свой быт, в социальную жизнь эти знания, моя душа радуется. Воистину знания, меняющие жизнь. Знания, рождающие в человеке то самое божественное, прекрасное начало, с которым он изначально приходит по замыслу Творца в эту жизнь. И тысячи тысяч учеников в это непростое, но время, которое приведёт планету к лучшему, уже поняли и воистину уверовали тысячи тысячи раз, как эти знания спасают жизнь. Об этом позже точно будут написаны книги учениками. За учителем пойдут действительно самые верные и самые преданные. Люди, которые не в духовном развитии, это, к сожалению, люди, которые претерпевают на этой планете свои сложности. Наталья Владимировна, вот перейдём к другой теме, очень важной теме. Человек, который подвержен психозу, в котором сейчас, к сожалению, пребывает не только две страны, а вообще планета. Потому что это ширится, ведь это информация, которая распространяет вирус страха, сомнений и всего прочего. Давайте об этом, Наталья Владимировна. Да, сейчас действительно человечество ввергнуто в массовый психоз, где люди занялись очень серьёзным саморазрушением, и многие пришли к безумию, которого даже не осознают. Многие люди стали безумными, но они этого не понимают. Они такие совершают безумные поступки, думая о том, что своим безумием они как-то помогают ситуации, помогают разрешить какую-то ситуацию, помогают урегулировать ситуацию, хотя сам поступок просто безумен. К примеру, если, например, экономический кризис в стране или какие-то ещё другие разрушительные процессы, и вы взяли, чтобы помочь стране, просто обрезали волосы. Решили обрезать волосы, и таким образом, сделав это, что вы помогли стране, помогли социальной среде. Ну это вообще помогает? Это безумие. То есть человек, не понимающий этого, он действительно впадает в определённую депрессию, в такое безумство, которое потом разрушает его. Ведь совершая безумные поступки, человеку надо за это заплатить. А как платить? Жизнью. А как жизнью платить? Событиями, ситуациями, своим внутренним состоянием, болезнями. Болезнь — это и есть показатель безумности человека. Но многие люди этого не понимают. И вот я наблюдаю сейчас за своими знакомыми, которых знаю ещё со школьной скамьи, и вижу, в каком безумии находятся люди. Хотя раньше это были хорошие, нормальные, добрые, осознанные люди. И вот то, что сейчас происходит, я понимаю, почему эти люди ввержены в это безумство. Они не развиваются, друзья. Причина всего этого безумного поведения многих людей — это отсутствие знаний, отсутствие развития, отсутствие работы над собой. Они абсолютно над собой не работают. Они вообще собой не занимаются, эти люди. Они занимаются всем и ничем одновременно. Потому что заниматься всем — это не значит, что в этом будет результат. Если ты хочешь помочь стране, если ты хочешь помочь миру, если ты хочешь помочь семье, человеку, ты должен поступать так, чтобы в твоих поступках была эта помощь, а не обрезать волосы и кому-то этим помочь. Да какая разница? Длинные у тебя волосы, короткие — не это помогает. Помогают твои поступки правильные, где ты чувствуешь себя правильно, излучаешь любовь, осознанность миру, другим людям — ты уже помогаешь. Ведь, как мы говорили с вами, мир — есть волна. То, что ты думаешь, то ты излучаешь. Хочешь помочь стране, хочешь помочь миру — излучай любовь, излучай добро, излучай милосердие, но волосы оставь такими, какие они есть. Они тут ни при чем. Абсолютно. Твое излучение внутреннее — вот что помогает. Поэтому, друзья мои, каждый поступок, он, ну скажем, имеет определенное значение и определенное качество. Если оно безумно, если этот поступок безумен, безумным будет и сам результат. Безумие и так достаточно. Страх стал нормой жизни. А это психоз. А к чему приводит психоз? К массовым заболеваниям и к быстрому массовому вымиранию человечества, друзья. Да-да, этот процесс уже начался. И мы уже с вами это наблюдаем. Уж столько болезней, уж столько проблем, уж столько разрушений сейчас на планете, что это действительно массовое вымирание людей. И оно будет по всей планете. Нельзя выбрать какую-то одну страну и говорить о ней. Это будет неправильным. В каждой стране свои методы. В каждой стране. И они применяются. Откуда эти методы? Друзья мои, система правит миром. Система, не человек. А человек и не может править миром. Он собой не может управлять. Как он может миром управлять? Он не может в себе навести порядок. Вот мы сегодня говорим о очень серьезных таких процессах. Почему говорим? Потому что об этом думаем. И мы думаем, как изменить эту ситуацию на планете. Мы думаем, как помочь человечеству, что делать с безумными людьми, которые даже не понимают своего безумия в своих поступках, решениях и мыслях. И мы действительно очень обеспокоены всем происходящим на этой планете. Мы очень обеспокоены. Потому что такие процессы, к которому сейчас подошла эта планета, они уже были на этой планете. Они уже были, и ученые уже находят этому подтверждение. Это процессы массового разрушения планеты, где человечеству приходилось рождаться заново. И сейчас планета очень близка к этому процессу. И если человечество не задумается над собой, и каждый не нырнет в себя и не задаст себе вопрос, я нормальный или, может, я сумасшедший, не замечающий этого, режу волосы, чтобы помочь кому-то, или там еще какую-то чепуху делаю. Вот сейчас, друзья мои, это очень актуально. Но самое страшное, самый, наверное, глобально серьезный самый процесс – это то, что люди не осознают своего безумия. Вот это самая серьезная проблема на планете. Они стали слепыми, они стали сумасшедшими, но они этого не понимают. Кстати, я об этом говорила 10 лет назад. И вот все то, что сейчас происходит, мы об этом говорили. И вот оно пришло, это время. Будет еще хуже, если человечество не остановится. И через 10 лет опять меня вспомнят, опять скажут, «Да, Родина же говорила, а вот мы ж так вот, ну так вот». Еще несколько лет назад такой модной тенденцией современного общества было развивать себя. Начали появляться многие сообщества так называемых духовных направлений. Человеку сложно было разобраться. Сейчас действительно духовное развитие – это не просто тенденция, это спасение себя. Мир поменялся из старого на новый. Он уже меняется. Наталья Владимировна, давайте поговорим об этом. Как человеку обезопасить себя от того влияния системы, о котором вы говорите. Ведь пробудить свою душу может не каждый. А если ты уже в этих клещах матрицы, так вообще твоя ненормальность тобой воспринимается как норма жизни, акция поддержки чего-то. Да. Понимаете, все дело в том, что мир действительно подошел к процессу развития. Почему? Что подтолкнуло мир развиваться и многих людей задуматься о себе? Квантовый переход, друзья мои. Квантовый переход. Он изменил человека, он продолжает менять человека. Человек продолжает мутировать дальше, он меняется. И изменилось даже восприятие, даже формы, планетарные формы, они тоже сжались, они изменились. И этому есть уже подтверждение ученым миром этой планеты. Все изменилось. И многие люди, приобретая, осознавая, ну скажем, новые волны, световые волны космической реальности, они видят эти изменения. И они, конечно, устремились к поискам. Но тут матрица как тут. Конечно же, она создала много разных сообществ, разных направлений по психологии, по эзотерике, по разным церкви разные, которые якобы развивают людей. Ну в общем, много всего тут же возникло. Это было бы и неплохо, если бы все эти направления действительно, воистину занимались развитием людей, а не процессом, где еще больше запугивают человека, еще больше уводят материализм, которого и так сполна на этой планете. И вот это опять-таки создалась проблема на этой планете. Казалось бы, с одной стороны создали сообщества, которые должны были бы развивать людей, но они этого не сделали. Они еще больше ввели в заблуждение массы людей, массы, где человек тоже стал психически нездоровым. Многие люди еще больше стали претерпевать страхом. Это проблема, проблема, планетарная проблема. Квантовый переход пришел, а человечество к нему не готово. Что делать? Ну мы делаем, мы делаем все, чтобы изменилась эта ситуация, но опять-таки мы сталкиваемся с трудностями того, что человечество не готово. Они не готовы слышать те знания и ту информацию, которую они слышат в нашем центре. Они просто не готовы. Они не знают, что с этим делать. А даже когда ты их учишь, что с этим нужно делать, они забываются и опять соскальзывают в свою социальную, материальную среду, которая в их жизни в принципе уже решается сама собой. Да и вообще, друзья, она является показательной. Даже вот у нас в нашем центре есть понимание, если человек развивается, у него в жизни все хорошо, все благостно, все правильно, он на правильном пути. если как-то он дальше даже не может учиться, не может учиться по определенным проблемам, которые возникают у него в жизни, в его семье, это звоночек. Это звоночек свыше, который говорит, посмотри, ты что-то делаешь не так, ты, видимо, как-то ушел не туда, не в ту сторону, ты как-то потерял что-то раз в твоей жизни все было хорошо, а сейчас вот так вот. Да, вы можете сказать, ну как же, каждый человек проходит свои задачи. Конечно, друзья мои, мы свои, вы свои, ученики свои, каждый проходит свои задачи, но они тоже есть показательные. И каждая ситуация для чего-то, и если что-то случается, значит, это человеку колокольчик, звоночек, где он что-то делает не так, ему нужно задуматься и повернуться, и посмотреть на себя, и задать себе вопросы, все ли я в этой жизни делаю правильно. Ну и хочется, естественно, на позитиве завершить нашу программу. Несмотря на все происходящее, верится в то, что эта планета достигнет своего процветания, и очень скоро там, где есть разрушение, будет созидание. Чтобы родилось новое, должно отжить все старое. И в человеке заложено много возможностей, невозможного нет. Все это можно в жизнь притянуть. Давайте об этом поговорим, Наталья Владимировна. Да, друзья, я в это очень верю. Не только верю, я действую. Действую, приумножая в этом мире добротою, пониманием, все знания, помогая человечеству, всему человечеству. У нас нет определенной страны, которой мы бы помогали. Нет. Мы помогаем всей планете. Потому что мы понимаем, что люди на этой планете – это те люди, которые созданы именно на этой планете. Им принадлежит эта планета. Мы понимаем трудности и сложности, которые проходит сейчас планета. И мы понимаем, что любая трудность всегда приводит человечество к высшему, к лучшему. И после черной полосы всегда приходит белая полоса. И мы сейчас всячески эту белую полосу стараемся как можно приблизить, создать. И, конечно же, верим в лучшее. Мы не только верим, я знаю, я точно знаю, через десять лет планета будет жить по-другому, друзья. Да, пройдут эти трудности, сложности, но вот то, что мы делаем для человечества, это возрождает людей, это спасает планету. И огромное количество людей сейчас к нам приходит учиться, и мы понимаем, что есть отклик, есть запрос в душах этих людей, и они также хотят изменений планеты к лучшим. И вот иногда, проводя собеседование, я смотрю запрос, внутренний запрос многих людей. Практически у всех моих учеников есть одно единственное желание – помочь планете. Вот это, наверное, то, что нас объединяет всех, то, что объединяет учеников, то, что объединяет, скажем, сознание многих людей. Они хотят помочь планете, они хотят помочь человечеству. Они не хотят жить в процессе разрушения, они хотят счастья. И я вижу, как это счастье приумножается в их жизни. Как я уже сегодня говорила, практически все мои ученики имеют результаты, все. И те, особенно те люди, которые очень ждали, долго ждали спокойствия, радости в душе, имея это, они понимают, что это возможно, они понимают, что это возможно сделать и для других людей. И уже идут к нам люди те, которые, ну скажем, по собственной рекомендации. А иногда даже встречая наших учеников, глядя на наших учеников, люди удивлены. Как ты светишься? Ты сияешь светом. Что с тобой произошло? Почему ты такая счастливая? Все так плохо, а ты такая счастливая. Что ты? Где ты? Что с тобой? Я тоже хочу. И вот, наверное, этот огонь, который горит в глазах и душах моих учеников, именно это и есть метод помощи и спасения планеты. Я верю в лучшее. И мы будем делать все, чтобы спасти этот мир. Мы уже делаем все. И веря в лучшее, я верю в то, что человечество будет жить. И планета расцветет, как бутон душистой розы. Счастья вам, друзья. Верьте в лучшее. А опыт разрушительного характера просто на заметочку, дабы себе так не сделать, дабы со мной такого не было. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok